Всем привет, с вами Селена, и сегодня у нас тема кармические отношения. Одна из моих подписчиц задала мне вопрос. Меня интересует тема кармических отношений, интересно, для чего нам даются эти уроки, и как понять, какой именно урок мы должны пройти в этих отношениях. Селена, если что-то знаешь про это, расскажи. Я могу рассказать, что именно я знаю на эту тему. Что такое кармические связи? Для начала нужно понимать, что такое в целом карма. Карма — это причина-следственная связь. Сегодня мы имеем то, что засеяли в прошлом, в прошлых жизнях или в сегодняшней жизни, нашими действиями, нашими мыслями, намерениями, пожеланиями. Что же такое кармические отношения? Кармические отношения — это отношения, в которые мы вступаем, потому что у нас есть с тем или иным человеком связь. Связи могут быть разные, могут быть негативные, могут быть позитивные. Обычно они обусловлены тем, что мы делали в прошлом. Чаще всего, так как мы не помним, и нам кажется, что мы встречаем человека в первый раз в этой жизни, а, возможно, даже мы встречаем человека, и нам кажется, что мы его уже где-то встречали, как родная душа. Было такое ощущение? Это, скорее всего, что мы уже встречались в прошлых жизнях, возможно, даже не одной, проживали какое-то время жизни, и у нас есть тем самым, да, у нас сформировалась кармическая связь. И мы встречаемся в этой жизни. Считается, что если у нас хорошие отношения, мы получаем удовольствие, и люди получают удовольствие от наших отношений вокруг, да, такая обратная связь, значит, в прошлых жизнях мы делали что-то хорошее. Если у нас связь не очень позитивная, да, много ссор, скандалов, мы чувствуем себя не очень, да, и люди вокруг говорят, что отношения ваши не очень, как-то действует это на окружающих и близких людей, возможно, кто-то ещё страдает от вас, то, скорее всего, в прошлых жизнях вы делали что-то не очень хорошее, и вот теперь встретились. Не факт, что вы были вместе, как любовники, вы могли быть, ну, что касается отношений, именно пары, да, не факт, что вы были вместе, как любовники, возможно, были друзьями, возможно, были однополыми друзьями, и, в общем, вариантов очень много. Но суть в том, что вы уже встречались, и эта связь есть. Вы встречались и что-то делали, тем самым засеяли какие-то семена, которые сейчас в силу условий, которые сложились, кармических условий, вы встретились. Что касается уроков, какие уроки несёт это, и как понять, какой урок нужно нам из этого вынести. На самом деле все уроки — это то, что мы считаем уроками. Часто бывает так, что... Я часто встречаю такое, что встречаются люди, и один из них, кто хочет расстаться, думает, вот, это мне какой-то урок, я должен пройти этот урок, да, и вынести там какой-то урок. И часто находятся в этих отношениях, не рвут отношения, к примеру, когда уже давным-давно пора, к примеру. Терпилят, можно так сказать, в этих отношениях, думая, что они тем самым проходят сейчас какой-то урок, и вот они должны быть вот в таких отношениях. А когда оно закончится, оно как-то закончится само, и вот всё само, как бы на волю такого случая, судьбы какой-то, да, и вот какого-то урока, который должны мы понять. А как его понять, что это за урок, мы не знаем. Лучше всего брать немножечко ответственность на себя, да, и в кармических отношениях, и в любых других ситуациях, не обязательно там в отношениях, но чаще всего в отношениях, ну и вообще в жизни ситуации бывают разные, не связанные с другими людьми. Самое главное, какой урок нужно в этом вынести, это достойно, достойно прожить ситуацию, в которой мы сейчас находимся, и не создавать новые условия для того, чтобы в будущем страдать. То есть если отношения у вас не очень хорошие, связь такая довольно плохая, то главное не создавать новое. То есть если вы ссоритесь, вас кто-то обижает, главное не обижать в ответ, так чтобы причинить прям вред или боль человеку, да. Иногда действительно лучшее решение это расстаться, но с пожеланиями всего хорошего этому человеку, понять, что ни вы не можете сделать его сейчас счастливым, ни он вас не может сделать сейчас счастливым, например. Ну не сложились условия, сложно вам теперь, да. Но самое главное, что разрыв идет не такой, что вы друг друга матом кроете, желаете друг другу несчастья, и потом у вас урок такой, что все мужики козлы, да, или все бабы стервы, к примеру. Немножко по-другому смотреть на такую ситуацию, да, что возможно, если вы сейчас страдаете в этих отношениях, то возможно в прошлых отношениях страдали от вас, да. Возможно, то, что сейчас происходит с вами от любимого человека, возможно, в прошлых жизнях вы причинили ему такую же боль, а может быть, даже сильнее, а может быть, меньше. Но условия сошлись так, потому что это не так, знаете, прямо линейно, там меня кто-то ударил, или я кого-то ударил, а вот в этой жизни теперь меня вот так вот ударили. Это не так работает топорно, да. Очень много маленьких условий сходятся, да. Нужно пожелать, например, что-то там, я хочу, чтобы ему было плохо, потом сделать что-то, чтобы ему было плохо, потом получить удовольствие от того, чтобы ему было плохо, да, чтобы вот карма созрела максимально сильно и максимально быстро. Вот. Но очень много еще всяких разных моментов, которые точно так же влияют на ситуацию. Но в общем условия сошлись, и вы получили то, что получили в отношениях или в условиях жизни и так далее. И что же теперь делать? С точки зрения буддийского взгляда, в момент, когда сошлись негативные условия, когда происходят какие-то сложные отношения, мы испытываем боль, и нам неприятно, в этот момент мы очищаемся. И самое лучшее, что мы можем сделать в этот момент, это принять все эти условия с достоинством и выходить из них красиво, как говорится. То есть не создавая новые негативные условия вперед. То есть выходить из отношений с хорошими пожеланиями, с добрыми намерениями, желать счастья, понимать, что... Хороший урок, да, это понимать, что, возможно, и никто и не виноват в том, что сейчас произошло, да. Просто сошлись уже условия накопленные, что у него, то, что у вас. В общем, из любых взаимоотношений лучше выходить красиво, с добрыми пожеланиями. А какой урок вы из этого вынесете? Лучше всего, чтобы этот урок, опять же, не нес за собой негативные последствия, чтобы в дальнейшем, опять же, не создавались эти негативные условия. Например, если вы встречаетесь из раза в раз, например, встречаете людей, которые там вас обманывают, к примеру, нужно понять. Урок такой, что вам эти люди встретились не случайно. Взять полностью ответственность на себя, что то, что вы имеете сейчас, это результат ваших прошлых действий. Это как почтальоны, всё вокруг, которое вам прилетает, и не важно, люди это, или просто какие-то события. Это как почтальоны извне, из вашего прошлого, которые несут вам письма самой себе, из прошлого. И на почтальонов, которые вам это всё принесли, никто не обижается. Нам же, если какое-то письмо плохое прислали, мы же не бьём за это почтальона, не ругаем. Вот примерно так нужно относиться к кармическим условиям, которые вас окружают. Понять, что это вы создали сами, своими руками, что вам это не нравится, достойно это всё принимаете, и принимаете это достойно, выходите из ситуации так, чтобы в будущем не создавались новые такие впечатления. Это не значит, что нужно находиться жёстко в сложных условиях и терпелить. Нужно просто выходить из этого красиво, с хорошими пожеланиями, намерениями, всего доброго, без проклятий, без желания кому-то никогда не найти свою любовь, к примеру, или да что-то и так далее. потому что это всё создаёт новые негативные условия для будущего. Надеюсь, ответила на вопрос, какие уроки и как понять, что за урок.